Здесь у нас с тобой разбавитель, кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, сделала сметанный замес. И сейчас сначала швырнешь мокренькие белильца, просто чтобы была некая связка, как некое связующее звено. Теперь берешь голубой, коричневый и вторгаешь то в пользу коричневого, то в пользу голубого, то немножечко мигнешь желтым. Вот такую кашу создать. Хорошо? Ты видишь, нет, чтобы взять кисточку, провести, что я делаю. А дело в том, что оно сразу в среду вписывается. А кисть, как правило, проволоку протянет. А так оно мерцательно-мерцательно. Вот эти вещи. Мастихином создашь первые признаки силуэта. Первые признаки силуэта создашь вот так мастихином. Там есть что вырезать. Это края. Это вот эти края. Светлые. Да. Вот они. И уже к ним начнешь пристраивать желтости. Сначала с розовостью, раз белый, желтого. Потом все более желтое. Хорошо? Давайте. Моделироваться. Мало того, вместо вот этого движения, которым обычно девушки, вот сразу девушки начинают вот так делать. Причем вот этим пальчиком. Традиционные действия. Количество краски должно быть таким, каким я сейчас покажу. И за пределы его не выходить. Иначе перестает моделироваться. Моделируется только вот эта малая мера, которая не скользит под пальцем. Я сейчас вынимаю лишнюю краску, укладывая сюжет. Лишняя краска не моделируется. Мало того, дымчатый характер. Посмотри. Вкусненький вот такой сумеречный дымчатый характер. У теневых. И более агрессивный характер у световых. Более агрессивный у световых. Более напряженный. И чуть больше краски у световых. У теневых вообще вот этот призрак слоя. По форме движения волокон. Оно? Смотри. Прямо нагнетаю на край. Нагнетаю на край. И получается вот такая как бы толщинка лепестка. Причем то, что подмешивается зелень, очень хорошо. Он как бы часть среды. Он просвечивает. Часть среды. Похожим образом. Сначала в пользу краснот. Потом в пользу разбелов желтого. Хорошо? Угу. Темный. Это опять же коричневый. Который ты не подбравила. Коричневый, голубой. Темным чуть-чуть создашь где-то не по всей не по всей длине создашь напряжение линии касания. Не по всей длине, а только в некоторых местах создашь вот такое напряжение. Появится глубокенькость тех мест, которые напрягутся. Правда, появилась глубокость. Угу. Некоторые намеки на лепестки можешь тоже наметить, наметить, чтобы было не скучно главному пятно. Какой-то движ листьев вот в этом пространстве наметить. движ листьев согласно, да? Давай в таком ключе. Вот таким образом. Ты будешь брать на мастихин вещество и вот такими поджогами укладывать его по форме, дополняя вот такими звучками. Узнаваемые, да? Угу. Но прежде, чем ты их будешь эти штуки укладывать, тебе нужно довести до ума тональности. Вот, ты видишь, я желтый положил, а его нет. И не звучит. Уже там краснота. То есть понаполнить все, что нужно наполнить в ту меру, в которой я там. он аж горит, да, это место. Понимаешь, да, о чем? И светлостики тоже начинаешь укладывать. Но потом немножко дополним аж вот таким. По форме. Эта форма вот так выскочила. Поэтому загоняем по форме. палец лежачий, средний, укладывай. Так, фоновому пятну не хватает, сейчас скажу, больше коричневого, синюшечку, уже не голубой, а синюшечку. И немножечко создать вот этого меглистого состояния. коричневый-синий меглистого состояния. Штрихом мастихина. Вот таким штрихом. Где-то будешь брать голубой, вернее, наоборот, синий с розовым. Будет вот такой синявенький фиолетовый цвет. И тоже немножечко его туда немножечко. Вот такими проседями наштриховать вот эти плоскости. То так поштриховала, то сяк. То есть, листья, глубины между ними наштриховать. Хорошо? Угу. Давай. Вот они. Где-то прям подошла к самому цветку. создала глубину вкусное место. Угу. Давай так. Вот это действие помнишь, да? Угу. Ты его ни разу не попробовала. Попробовала. Нагнетание на край. Но этого не видно. Нагнетание на край. Понимаешь? Не пробовала. Помнишь? Помнишь вот это действие? Угу. Вот это. Не пробовала. Да? Она просто заперлась. Я попробовала, но все ушло никуда. Ну, давай, попробуй, так, чтобы хоть видно было, что ты... И здесь тоже продолжить эту историю. Угу. Вот здесь. Темный. Он просто там есть, а у тебя нет. Я первые намеки сделал, но все-таки их не приметило. 我說 ему, Что ты можешь что-то шоу? Да. Продолжение следует... 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 Прикольненько... Прикольненько... Причем сразу видно, что это... Рукотворное... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сразу на месте Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Уже все Уже не туда приехали И так прикладываюсь И так прикладываюсь Причем они сейчас Сейчас крупнее становится, еще красивее. Да. Вроде уже темно. Ага. Потому что крупнее. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...